Знаете, правду кажут, революцию творят патриоти, а их плодами используются негидники. Когда мы говорим о политическом воле, я очень переживаю, чтобы молодые политики, которые вошли в Верховную Раду, не стали марионетками старых своих кловнёв партейных. А нужно сделать наоборот. Другой момент. Никакая требования из Майдана не выполнена. То есть, коррупция не поздолена, как было, так и есть. Далее. Влада не от народа, в том числе, оголошена Майданом. Вы хотели что-то изменить? Шановные, когда вы при владе ставите в голову администрации первый запис в книжке трудовой, глава Радемнистрации в 30 лет, или когда в государстве военнослужащие вы ставите, извините, комиссированные неповноценные люди, которые втекли от армии, и они сейчас такие посадки занимают на уровне районной области. Вы хотите, чтобы в государстве что-то было доброе? Или изменили что-то, например, в прокуратуре? Где реформа правоохоронной системы, если прокурори те же, что были за Януковича? В районах, принаймні, от где джерело коррупции, именно органы прокуратуры. Ну, а дальше говорить про освещение, студенты. Друзья, берут взятки, выкладчики. Перестали? Сумневаюсь. Но будем говорить про это иначе. Значит, теперь будем немного иначе говорить. Значит, знаете, когда выходит великий политик и говорит, это уряд Камикадзе, который должен уничтожить и перевернуть все до РНГ. Ну, задача Камикадзе, которое направить свой литок для уничтожения ворожей цели, ценой собственного жизни, которую он присвячивает в отчизне. Так? Ну, сталося так, что коррупцию не снищили, жодную вимогу в Майдане не снищили, в том числе, расследование криминальных справ по убийству на Майдане тоже не выявили. Но при этом, эти Камикадзе, навіть пальчики собі не сломали, а набили кишени. Может, тогда давайте идем на... Другой закон самурая. Самурая, который поляга в том, что, ну, пора уже собі, как кто говорит, кулю в лоб, то в лоб, так? А в отношении этого цирка, что было, когда сегодня покладение венков, знаете, мне напоминают эту притку, не притку, а этот факт, как в Кремле, когда Путин был премьер-министром, Юлия Володимировна, когда у него стояла, и Путин позволял себе там хаяти нашего президента, а она усмихалася. Сегодня было то же самое подобное, когда женщина, которая за спиной начала кричать непристойности, скажем так, что до нашего президента, а потом Юлия Володимировна подошла, ну, пожала и руку, че я там, я не знаю. Ну, это очень мне неприятно. Если вы там были, то вы могли бы видеть, что насправді... И теперь на остаток, шановные. Ну, я просто хочу сказать, чтобы вы не выдавали баженое задействие, потому что насправді, насправді, там відбулося те, что відбулося, и это были невипадковые люди, которые там стояли. Значит, чтобы вы знали, кращую цену для этих хлопцей, которые были батьки, которые были батьки, которых нужно было пошановать, и нужно было им выплатить обещанную допомогу в связи с тем, что они потеряли своих бутылок, або своих детей. Мы сказали, и делали тут, партия Батьковщина. Значит так, не путри людям мозги, бо кращой памяти для этих померших героев мало будет та, такая Украина, за которую они привели кровь, а не только пики, которые тут выгодят. И на остаток. Значит так, просто зрозумели наступное. Это я вам говорю, какие участники, кроме того АТО. Наш народ беззахисный и безбройный шов на кулі. Зараз у каждого есть бронежилет 5-6 ступеней захиста, 4-го. Поверьте, и звезти мы привезли оружие. Если вы еще не понимали, что народ терпеть и ждать не будет, то вы действительно просто те политики, або дебили, або ненормальные люди.